У меня есть возможность позвонить ученому, это заведующий кафедрой геотехники Академии строительства и архитектуры нашего КФУ имени Вернадского Игорь Дьяков. Сейчас, если он возьмет трубку, потому что время-то уже 10 час, и мы попробуем у него спросить. Игорь, здравствуйте, это Вас Сафонов, Александр Беспокоит, ток-шоу «На грани», Вы в прямом эфире. Добрый день. Да, вечер уже, извините, что поздний звонок. Смотрите, сегодня тема нашей программы – это активизировавшиеся оползни в Крыму, в частности, в Ялте, и у нас сейчас очень жаркая дискуссия идет, и один из наших гостей, Андрей Кочиихин, ялтинский депутат от КПРФ, он как бы предлагает вести мораторий на строительство до тех пор, пока мы не определим все оползни, где нельзя строить. Вот скажите мне, пожалуйста, вот Вы как считаете, как ученый, на склонах можно строить, или какой градус должен быть, или там какая почва должна быть для того, чтобы можно было бы строить, или категорически нельзя? Ну, я считаю, что строить можно почти на всех территориях оползнеопасных. Дело в том, что любой склон, по сути, является оползнеопасным, ну, не считая скальных. Если сделать неправильную подрезку, нагрузить склон, даже если он не чистился в перечне кадастровых оползней, то он может стать оползнеопасным. Если подходить с точки зрения выбора, где можно, где нельзя, и ориентироваться только на оползне, у нас получается, что он строить нельзя нигде на южном берегу Крыма. То есть, так или иначе, мы провоцируем оползнеопасные явления. Мне кажется, здесь надо подходить несколько с другой точки зрения. Есть методики расчета, есть различные подходы к строительству на склонах. И, соответственно, всегда можно выбрать те мероприятия, рассчитать эти мероприятия, которые будут препятствовать развитию оползней. Мало того, даже и могут закрепить склон от оползней. Да, есть действительно огромные по массе оползни, с которыми сложно бороться. И, возможно, на таких оползнях пока в настоящее время не стоит строить. Все остальное поддается решению с точки зрения инженерных подходов и освоения таких склонов возможно. Другое дело, что у нас обычно проектируется оползнеудерживающее сооружение на одну нагрузку, на одни мероприятия по застройке. А в действительности в дальнейшем начинается еще строительство, новое строительство. И таким образом постоянно идет прикруз склона, несанкционированная подрезка. И в этом случае оползнеудерживающие сооружения не способны справиться с все увеличивающейся нагрузкой. И происходят различные проблемы в виде деформации зданий, перемещения земляных масс и так далее. Есть еще проблемы. Это отсутствие системы водоотведения от склонов. Когда вот такие интенсивные осадки приводят или провоцируют развитие оползней. Но это опять же инженерная задача, которая должна решаться на стадии проектирования. Извините, Игорь, а я правильно вас понял. То есть, по сути дела, если грамотно подойти к вопросу, если пройти все экспертизы и четко просчитать все, то можно построить здание на оползне таким образом, что оно еще и будет укреплять его, да? Да, абсолютно верно. То есть, по сути дела, как древние говорили, все есть яд и все есть лекарство, да, в зависимости от дозы. Ну, вы прямо как бы обрадовали, и я теперь уже точно знаю, что мораторий, наверное, не нужно. Оказывается, надо просто грамотный расчет. Спасибо вам большое. Спасибо, Игорь. Всего доброго. До свидания.